Мы в Ногликском районе, и сегодня здесь пройдет национальный Нивский праздник Питу. Питу символизирует обновление природы после долгой зимы. Другое название праздника – Чирань, означает летний год, Новый год. Давно это было. Нивки, живущие в Тымовской долине, зимой ездили на собачьих упряжках, а летом сплавлялись на лодках по реке Тым, чтобы встретиться со своими соседями из Ногликского района. Встречи сопровождались праздниками. Одним из них был Питу. Его возродили два года назад после 80-летнего забвения по настоянию Владимира Санги. Видите, как он стал массовым. Значительно большее количество родов подключилось к своим мероприятиям по возрождению традиций, обычаев, духовности их предков. Главным событием Питула стал двухдневный сплав по реке Тым. Участники похода – мужчины древнего Нивского рода Тымфингун. Сами смастерили лодки и прошли путь своих предков. Ради такого события Дмитрий Мавгун впервые отрастил усы, как у деда. А лодку смастерил не простую, а долбленку из цельного дерева, ее нос в форме головы медведя. И вот спустя два дня лодки встречают в Ногликах на земле Кет, в переводе с Нивского – восточно-бережный Сахалин. Итак, встречаем представителей древних Нивских родов Тимфингун! Я вообще мечтал об этом и хотел пройти все это дело. Я для этого дела сделал долбленку специально к этому празднику. Я ее хотел уже пять лет, собирался, собирался, в этом году сделал. По пути провели обряды, изгнали злых духов со старых стойбищ. Сделали новый путь. С Червунда до Ноглик проложили. В этот день в Ноглике съехались коренные малочисленные сахалинцы из пяти районов острова. Обряд задабривания духов земли, воды и огня, чтобы была удача в охоте и рыбалке – еще одна традиция праздника Питул. В конце надо обязательно пройти через лиственничные ворота для очищения духа. Лиственница – священное дерево Нивхов, а мос – кожа рыбы с морожкой, и муви – перетертая брусника с икрой – главные праздничные угощения. Ну и какой же Новый год без обмена подарками? Праздник Питул растянулся на два дня. Возрожденную спустя 80 лет традицию в Нивхе называют «зобом предков». Спуск лодок на воду означает начало нового летнего года. Поздней осенью лодки поднимут вверх. Год закончится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова